В Таразе водителя автобуса лишили прав и уволили за езду по встречке. Между тем, жители говорят, что подобный случай не редкость в городе. По словам людей, водитель общественного транспорта устраивает гонки на дорогах, салоны у них не соответствуют тех требованиям, да и ждать автобуса им приходится часами. Эльдар Гизатуллин разбирался в ситуации. Это видео появилось в авторской программе на одном из ютуб-каналов. На нем видно, как автобус выехал на встречку и грубо нарушил правила дорожного движения. Полицейские без труда вычислили гонщика. Им оказался 45-летний житель города. В результате водителя 46-го маршрута привлекли к ответственности, лишили прав и уволили с работы. Водитель автобуса был привлечен к административной ответственности по статье 596 части 3 КОАП Республики Казахстан нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части встречного проезда или обгона и лишен права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев. А это уже другой автобус, но того же маршрута. Пользователи соцсетей шутят, мол, есть естественный кондиционер, автобус проветривается, а между тем в такую щель может легко провалиться человек. Такие техноисправности утром обычные механики проверяют, но техника есть техника. Иногда бывает, все водители предупреждены, что если при обнаружении техноисправности сразу на остановке людей высаживать и устранять неисправность автобусов. Вот только у самих горожан накопилось немало отзывов об автобусах. В основном отрицательных. Люди говорят, что интервал движения у них большой. Ждать автобуса им приходится долго, а потом еще и пытаются втиснуться в переполненный салон. Приходится ждать автобус очень долго. Бывает, даже ты физически не влезаешь в автобус, берешь и едешь своим ходом в такси и так далее. Также автобусы очень плохо вообще, можно сказать, не ездить в субботу-воскресенье. То есть ты ждешь их часами, а бывает также приходится такси ездить. Очень много за рулем сидят и в то же время на сутки сидят. Они не слышат, что пассажиры говорят. А потом простоят в нужный момент, а потом начинают догонять время и начинают не сесть. Очень часто бывает в автобусах вот такая ситуация. На сегодня в Таразе 35 маршрутов. Курсирует порядка 350 автобусов, но для города этого недостаточно. В основном жалоб поступает в часы пик. Мы исследовали в разных остановках в данное время. Полностью все автобусы загружены. Даже никто автобус не выдерживает. У нас запланировано на 2023-2025 год 15 маршрутов открыть, которые из-за пандемии закрылись. Некоторые новые маршруты. Впрочем, за последние годы автопарки обновляются, но не так быстро, как хотелось бы жителям. Пока же новые вместительные автобусы курсируют лишь на нескольких маршрутах. Ильдар Гизатун, Люкабл Саржанов, телеканал Алматы, Жамбулская область.